МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у Гомеля приводили в парадок территорию вокруг озера Бурая Болота. А зараз об этом иншим больше подробязна. Сегодня у Гомеля прошел региональный день якости. Переможцам республиканского конкурса «Лепшие товары Беларуси» вручили дипломы и посвященни, и обмерковали перспективы диверсификации рынков. Наши корреспонденты поцикавилися, яким чином идуть до поставленной задачи предприемства региона. Початок этого года для экономики Гомельской области почался удало. С остановкой динамикой спрацовали практически все обойные предприемства. Мазирские нафтоперепрацовщие, белорусские металлургические, гомельские химические заводы, гомельсельмаш и гомельшкло. По сути, это выник той мытанекерованной работы, которая проводится в регионе на протяжении последних годов. Невероятно, такие сложные достаточно периоды развития экономики в целом страны не просто сохранила, она увеличила свой вклад в развитие экономики Республики Беларусь. Особенно сохранив вот такой мощный промышленный комплекс, очень добавила прилично за последние годы сельское хозяйство. Должен сказать, что за последних, наверное, 5-7 лет в Гомельской области реализовано с введением уже практически в эксплуатацию больше всего инвестиционных проектов. Разом с тем, досягнение запланованных объемов задача хоть и важная, но не головная. Вырубленное необходимо еще и реализовать в тем лику за межи краины. Сегодня Гомельская область поставляет на экспорт от 50 до 70% продукции. Найбольший реальный шлях по величине этого показчика – полепшение якости с одночасовым снижением затрат. Еще одна обовязковая умова – отримание всех необходимых для проведения гандлевых операций сертификатов. Конечно, это позволяет, дает предприятиям дополнительные возможности. Это открытие границ, это по известным требованиям конструирования, производства, применения изделий. Поэтому при всех сложностях работы с этими инструментами эта тема перспективная, она развивается. Сегодня сертификаты якости мают в колесе 740 предприемств в области. Эту личбу можно лишить поспехом, но в идеале працевать у отповедности не только с республиканскими, а и международными стандартами повинны все предприемства. Среди селетних лауреатов премии конкурсу «Лепшие товары Республики Беларусь» разом с такими предприемствами, как Гомсельмаж, Гомельский химзавод и Спартак, Дубрышский фарфоровый завод, Туровский молочный комбинат, Белорусский металлургичный завод. Зараз сирот замежных партнеров БМЗ – представники 43 краин света. Все лето завод плануя нарастить свою присутность на африканском континенте. Сгодно с оперативными дадинами за два первые месяца года отгрузки Украины-Африки перевысили 57 тысяч тонн, что складая каля 15% о огульном объеме экспорту завода. Порядка 60 сертификатов только на продукцию, на соответствие национальных норм тех стран, куда мы поставляем свою продукцию. Есть стандарты по социальной ответственности, потому что предприятие у нас социально направленное, мы постоянно развиваемся и люди для нас основная ценность. По выниках первых месяцев 2019-го, темп роста экспорта товаров и послух со знаком плюс. Коммунальные организации поставили продукцию у 42 краины, 10 из которых новые – Бангладеш, Иордания, Ливан, Норвегия, Саудовская Аравия – теперь наши выработки ведут и тут. Причем только у студии не выручка перевысила 3 миллиарда рублей. Теперь этот успех необходимо замоцовать и развить. При этом неких приоритетных для экспорта товаров и послух не будет. Працовать необходимо по всем спектрам. Любая продукция, производимая нашими предприятиями, мы работаем над тем, чтобы они выходили на внешние рынки. И будь то пищевая продукция, либо это строим материалы, то есть любой продукт, и мы в своей работе нацеливаем все предприятия, независимо от островства, именно на экспорта ориентированность. Олег Синцеров, Марина Джала, Евген Макенко, телерадио «Компания Гомель». Повеличение загрузки физкультурно-спортивных сбудований, створение новых специализованных спортивных классов и проведение на мясовой базе в учебно-тренировочных сборах с притягнением замежных команд. На сегодняшнем посадочении Гомельского облаканкама обмерковали шляхи повышения эффективности выкористания установ спорта. С ситуацией в Голине ознайомился Олег Синцеров. В Гомельской области действуют не только ранее побудованные спортивные объекты, а и возводятся новые. В этом году, например, в областном центре должна быть лыжеролевная трасса и крытый футбольный манеж. Но главное не только побудовать, а и эффективно выкористовывать. Это вопрос в Беларуси находится на постоянном контроле, причем на всех узровнях. В 2017 году оно вздумалось в послании президента до Беларуского народа и национального схода. Делость разглядывалась на посадениях областного, Гомельского городского и 14 районных ваконавших комитетов. Сгодно с ведомостью и справознательностью, зараз постоянно спортом в Гомельской области занимаются больше 330 тысяч человек. Это омаль 24% от огольной кольки сенасельницкого региона и четвертый покажек сирот областей Беларуси. Больше активной физкультурой и спортом занимаются в Минской, Гродинской и Миллевской областях. Разум с тем, в областном управлении по спорте и туризме погаджаются. Эту лечбу можно повеличить. Махчимых макерунков некакие, начиная от створения новых специализованных классов и организации массовых мероприемств до удосконаливания системы скидок на послуги спортивных объектов. В первую чергу это течится шматетных семей у студентов и людей с обмежеванными махчимостями. Для инвалидов у нас имеется специальная раздевалка, которая оснащена лифтом, и бассейн оснащен подъемным креслом, где они могут беспрепятственно попасть в бассейн. Для детей у нас есть отдельный бассейн, глубиной метр десять глубокая часть. В них могут дети заниматься с пяти лет. Он отдельно, и с ними занятия проводит тренер-преподаватель. Подчас посереджения Абрауканкама эффективность деятельности физкультурно-спортивных сбудований анализуется у Сибакова. Отсюль и до садково значный список пропонуемых мер от створения властных сторонок в социальных сетках и наполнение интернет-сайтов необходной информацией в тем, как на замежных мовах. А почные потребования тем больше актуальны, что на Гомичине мают намер запрошать у регион на сборы замежных спортсменов. Хоть упору все-таки на местовое населенство, тем больше, что умовы для занятков у объекта спорта повинны полепшиться. В этом году будет набыт новый сучастный инвентар, вызначены и краницы финансования, бюджетные сродки и гроши, которые отриманы от оказания платных послуг. Объекты спортивные должны быть интересны населению для того, чтобы сегодня с учетом вот этой моды на здоровье, которая сегодня есть, люди шли, чтобы те услуги, которые люди хотят получать, спортивный объект мог предоставить. И благодаря поддержке губернатора нам это удается не первый год делать, и мы постепенно приводим в порядок объекты в регионах. И я думаю, что с учетом вот этой работы, плюс с появлением двух очень хороших объектов в городе Гомеле, также это позволит привлечь еще больше населения в спортивную инфраструктуру и, соответственно, ее эффективно использовать. Олег Сентяров, Валерий Капанько, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». У Гомельской области будут развивать будовництво индивидуального жилья на коммерциной основе. Отповедную задачу перед будовничьей Галиной региона и керавниками районов поставил губернатор Владимир Дворник подчас посяжения Аблова Конкама. Уапошний час попыт на индивидуальное жилье расте. Таму необходно больше будовать его и на коммерциной основе. Это даст макчимость грамадянам отримать якосное доступное жилье з усими умовами, земельным участкам и у той же час да поможа вырешить жильевые пытания и в райцентрах, и в везцы, полепшить умовы життя людей, отзначил Владимир Дворник. И он подкреслив, что у домобудовничьих комбинатов региона есть добрые пропановы, которые можно реализовать при выполнении этой задачи. Старшиня Аблова Конкама доручил на протягу месяца в каждом районе распрацовать планы по забудове пляцовок индивидуальным жильем с указанием количества домов. А в будущем необходимо будет удосконалить и продумать разные проекты комплекта жилых домов такого типа. Старшиня Комитета Державного Контроля в Гомельской области Александра Трошченко и прокурор Гомельской области Виктор Морозов в четверг 28-го соковика проведут прием грамадян и промуют телефонную линию у Калинковичах. Грамадяне смогут поведомить процтауникам Державной Олады про факты порушения законодавства без господарчасти, обмерковать работу службовых особ, контролюющих и наглядных органов. Кожный зворот будет разгляджен, факты отримают объективную оценку. Конструктивные пропоновы грамадян знайдуть выкрыстания в рамках компетенции ведомствов. Зверните увагу, потребный попередний запись. Напереды дни 75-й годовины вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников, телеканал «Беларусь-4 Гомель» начинает показ документального цикла «Кинометры войны». 26-хвилинные фильмы присвечены истории из дымок самых популярных военных киностужек в творчестве Беларусьфильма. Знакомитые авторы, актеры, режиссеры рассказывают об процессе створения таких картин, как «Ужнилни 44-го», «Альпийская баллада» и многих інших. У проекте задейничаны Явген Миронов, Алексей Пятренко, Дмитрий Астрахан, Андрей Ургант, Белла Ахмадуліна и іншые медийные персоны. «Кинометры войны» раскрыть маловядомые факты с процессу створения фильмов. Те были противники у гэтых стужек, де они сдымались, теснують зараз гэтые объекты и в яким яны выглядя. Глядите проект «Кинометры войны» по пятницах в 21-й годину 30 хвилин и по субботах в 9.45 ранецы у эфиры «Беларусь-4 Гомель». В регионе протягивается працованная акция БРСМ «За справу». Сегодняшние работы промерковали до Сусветного дня водных ресурсов. Супрацовники Комитета природных ресурсов и Аховы Новокольного Осеродзе и каля 50 волонтеров «Руху Доброе сердце» провели уборку прибережной полосы в озеро Бурое болото. Наши волонтеры всегда с удовольствием приходят на помощь. И сейчас в этот период, когда наступает весенняя пора, наши волонтеры с удовольствием вышли на территорию, чтобы убрать ее от мусора. Также эта территория очень важна тем, что 19 апреля здесь будет заложен парк семейных деревьев, где каждый желающий сможет прийти со своей семьей и посадить дерево. До речи, селеты работы по озеленению в нашем регионе будут больше масштабными, чем звичайно. Высаживать будут как молодые, так и дорослые деревья. В городе Гомеле будет высажено свыше 10 тысяч деревьев и около 10 тысяч кустарников. А всего в целом по Гомельской области планируется высадка такого количества, которое не было за последние несколько лет. Порядка 38 тысяч деревьев только в весенний период будет вызвано в текущем году. У Гомеля прошел четвертый областный конкурс песни на замежной мове «Вокалфест». Организатор творчиха «Воспоборництва», «Каледж», «Мастатство» и «Мясо Каловского». Вокальные таллинты на фесте демонстровали сольные выканавцы и ансамбли. По умовах конкурса у дельники выбирали один твор любого жанра на замежной мове. Самой популярной была английская. Со сцены гучали хиты «Фрэнка Синатры», «Уитних Юстон», «Битлз» и инших «Зорок». Усяго больше, как 60 сценичных номеров. Жюри оценивало конкурсантов по некольких критериях. Вокальных дадзинах узровневыканальницкого майстерства и якости вымывления тексту. Этот конкурс послужил таким целем, как интерес к изучению иностранных языков наших студентов, выявление талантливых, перспективных ребят, это уже по линии профориентации, которые к нам возможно придут в качестве будущих наших учащихся. Пропаганда лучших образцов мировой зарубежной культуры. Наше учебное заведение, мне кажется, отличается тем, что здесь такой дух творчества, что конкурсы стали уже просто естественным таким процессом жизни нашего культуры. Мы без этого просто не представляем себе жизнь. Творчество споборництва проводилось у двух групп. Аксерудвучния 8-11 классов и выпускников детячих школ мастатствов, а так само сирот выхованцев колледжа. Пераможца выбрали у двух взрослых категориях каждый из групп. Я сама мода. У областной библиотецы имя Ленина працуя выстава часописов с книжной коллекцией князев Паскевича. Французские периодичные выдань конца 19-го, початку 20-го стагодзел адлюстровывают свет моды и ее тенденции. На сторонках часописов ярко и подрабязно представлены модели жанучших образов и дитячих нарадов, а так само выкрайки до их. Дополнили экспозицию вышелки и романтичные паштовки. Выстава адлюстровывая свет захоплений у француженок на рубежи стагодзел моду рукоделия и читания. Так, напрыкла, церод экспонатов миниатюрные книги, якие дамы брали с собой на прогулку. Кроме чтения и вышивки, девушки рубежа веков интересовались также гербарием. Популярным занятием было вложение в книги некоторых цветочков или каких-то травинок. Вот в одной из книг 19-го века действительно находился засушенный цветок Анютины Глазки, который наверняка напоминал девушке о примечательной встрече, а возможно и романтическом свидании. Познайомиться со светом моды минулых ста годзев можно до 8-го красавика. Гэты, а так сама иншая новинная вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до новых сустречу эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Очередное сообщение о минировании госорганизации зафиксировано в области. На данный момент уже известно, что, как и все предыдущие, оно оказалось ложным. Объектом на этот раз было выбрано здание управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горосполкома. На место происшествия прибыли различные экстренные службы и следственно-оперативная группа. В целях обеспечения безопасности работники и посетители здания были эвакуированы. Соберная пиротехническая группа тщательно осмотрела все помещения. Взрывного устройства не обнаружено. В настоящее время проводится следственное действие и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Правоохранители предупреждают об ответственности за подобные противоправные действия. Санкция статьи 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Трое юношей из Лельческого района попались на кражи старых телевизоров. В оперативно-дежурную службу районного дела внутренних дел обратился житель одной из деревень. Мужчина сообщил о том, что в период с 16 по 19 марта неизвестный взломал оконную раму проник в его дачный дом, откуда похитил пять старых телевизоров советского производства и стационарный телефон. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Лельческого РУВД установили, что кражи причастны трое несовершеннолетних парней, проживающих данных в населенном пункте. Двое из них уже попадали в поле зрения сотрудников милиции за употребление спиртных напитков. Приятели решили встретить первые теплые дни выходом на природу. В поисках денег на все необходимое для такого культпохода они совершили другой, менее культурный. Распотрошив все украденное на запчасти, содержащие цветной металл, они сдали добычу в пункт приема в Торчер Мета. Полученные деньги потратили на сигареты и мясо для шашлыка. Материалы проверки переданы в Лельческое РУСК для дачи правовой оценки. Безопасное вождение это управление транспортным средством таким образом, чтобы возможность совершения дорожно-транспортного происшествия сводилась к нулю. Но 50-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter, двигаясь по улице Чилидзе в Брагине, пренебрег этим требованиям, за что и поплатился. Накануне утром он попал в ДТП. Водитель отвлекся на перевозимую в автомобиле собаку, не справился с управлением и совершил столкновение с осветительной опорой. С травами мужчина был доставлен в больницу. На чужих ошибках учатся не все. Некоторым надо обязательно совершить свою. Спасатели Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям вчера ликвидировали пожар в гараже по улице Героев-подпольщиков. В результате пожара огнем повреждены деревянный стеллаж, вещи и некоторые элементы кузова легкового автомобиля Volkswagen Santana 1985 года выпуска. Обошлось без пострадавших. По версии спасателей, пожар мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Примечательно, что чуть более месяца назад в соседнем гараже на этой же улице пожаром закончился ремонт автомобиля Volkswagen Jetta. Тогда возгорание произошло из-за нарушения правил пользования электроприборами. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта в студии Павел Михно. Резерв футбольного клуба Гомель проиграл реческому спутнику со счетом 1-4. Единственным голом отличился гомельчанин Никита Галуза. К слову, за спутник теперь будет выступать зелено-белый Егор Трояков. Защитник отдан в аренду реческому клубу. Соглашение рассчитано до конца сезона. За основную команду Гомеля футболист провел в общей сложности 42 матча и отличился двумя забитыми мячами. К другим новостям футбольного клуба до начала чемпионата основная команда проведет еще два спарринга. Зелено-белый встретится с гомельским локомотивом и светлогорским химиком. Игра с железнодорожниками состоится 22 марта на тренировочном поле Гомеля в Новобелице. Начало в 16.00. А 23 марта зелено-белые сыграют со светлогорским химиком. Матч пройдет на стадионе Сдюшор-8. Начало в 13.00. Гомельчане привезли пять медалей чемпионата мира по легкой атлетике в закрытом помещении среди глухих спортсменов. Всего за победу боролись более 200 спортсменов, а свои дружины выставили 33 страны мира. По итогам трех соревновательных дней среди мужчин Александр Майстренко завоевал серебро в дисциплинах тройной прыжок и прыжки в длину. Роман Гральков в этих дисциплинах стал третьим. Среди женщин Владлена Зубрякова завоевала бронзу в тройном прыжке. В Мозыре определили лучших на чемпионате Гомельского областного управления МЧС по гиревому спорту. В соревнованиях участвовали 25 подразделений МЧС нашего региона. За звание самого сильного боролись в пяти весовых категориях от 65 до 90 килограммов и выше. По результатам турнира в общекомандном зачете первой стала команда Мозырского районного подразделения МЧС, второе место досталось Жлобинскому подразделению, а третье Житковичскому. В личном зачете отметился гомельчанин Владислав Генералов. Он завоевал медаль высшей пробы в весовой категории до 80 килограммов. Завтра в Гомеле стартует международный турнир по дзюдо Кубок Прайда. В нем примет участие около тысячи спортсменов. Своей командой представят 12 стран Беларусь, Россия, Украина, Латвия, Казахстан и другие. За победу спортсмены будут бороться в трех возрастных группах. На 24 марта для участников соревнований запланирован мастер-класс, во время которого начинающие дзюдоисты получат бесценный опыт от спортсменов международного уровня. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4.